Коллеги, приветствую! С вами Александр и на сегодняшнем обзоре мы детально разберем серебро. Как вы просили в комментариях по золоту, в прошлый раз, когда у нас отлично все отработалось, также я увидел то, что вас интересовало серебро и мы детально сегодня найдем классные точки входа в рынок по нему. Также хочется, коллеги, отметить, данный обзор проходил в это воскресенье 2 июня. Если вам интересно изучить подробно дополнительные точки входа в рынок по рублю, по индексу доллару, по евро-доллару, по доллару канадцу, по тонкоину и биткоину, то переходите по ссылке в описании на мой YouTube канал, посмотрите в разделе трансляции последний наш эфир и там вы изучите много классных торговых точек для входа в рынок. Ну что же, перед началом, если вам понравится, полезна будет информация, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал Амаркетс. У нас тоже старые прогнозы есть, которые уже отработались. У нас уровень поддержки этот я просто подвину. Вот так вот. Угол наклона, кстати, вообще идеально ложится. Так, сейчас сетку Fibonacci тоже я пока просто уберу, чтобы она там уже у нас отработали старые наши. Вот, поддержка, смотрите, почему я нашел. Вот у нас раз-два отскока. Я ее скопировал, смотрите, видите, тело свечи как четко от нее отскакивает. Кстати, ну, коллеги, ну, золото, я бы сейчас сразу сказал, будет не очень хорошая ситуация, потому что мы, во-первых, видим двойную вершину. Давай так, сейчас старые прогнозы, которые у нас покажу, которые мы рассматривали. Мы их рассматривали. А, я помню, в 20 числа мая, просто у нас в тот момент, я помню, золото упало, у нас отработался сигнал нападения, мы определили. А здесь у нас не было подтверждения пробоя вниз, у нас обновился хаи новые. Вот, так что у нас здесь немножко, ну, цена, то, что мы планировали, чтобы дошла до уровня там поддержки, вот идеально у нас дошла, видно, там после пробоев. Пусть у нас условия немножко изменились. Видите, цена по нему бегала. Далее, после прорыва уровня 3849 тоже мы дошли до цели. 37-375, вот у нас коридор, тоже идеально у нас отработался. Так что давайте старенький вариант уже уберем. И сейчас, коллеги, немножко какая ситуация не очень такая, у зол, у серебра. Ну, это, конечно, и возможность у нас заработать на этом бесспорном. Так что, смотрите, вот я зелененький уже убираю, он нам не нужен. Оранжевый тоже у нас, видите, вроде на часовике он пробился. Я думаю, теперь видно мощно, ведь идеально такая голова и плечи. Так что вот серебро, коллеги, вот прям вообще алерты ставим обязательно, вообще ставим. Очень ожидается что-то интересное у нас. 30 ровно, если прорываем. И уровень 29-79, что это предыдущий максимум. Это у нас такое прям хорошее будет уже падение. Учитывая то, что мы оранжевую линию поддержку пробили, уже сигнал у нас вообще, в принципе, на падение идет. Так что здесь вот этот коридор мы такой прорвали, из него уходим, забываем его. Коридор ниже, который 27-594, там до 26-26 остается актуальным, тут все хорошо. Тут как раз к уровню поддержки он приблизится в этой ситуации. Откар тоже на 26, немножко повыше, кстати, 26-792 актуален у нас будет. Так, следующее. Ну, у нас, кстати, еще один линию поддержки я вижу, где рынок может становиться у нас. У нас вот подъем же тут есть, все равно как ни крути. Вот у нас, если берем так, вот такой вот, вот у нас, вот такой вот вариант. И это как раз у нас вот вариант, что рынок у нас здесь протестирует вот этот уровень у нас. 28-98, даже если округлить, вот, 28-98, даже немножко вот так, 28-29, ровно тоже может учитываться. 29, давайте, 29 вот так сделаем, не совсем не такой вот, по теням вот этим вот рассматриваем. А так линия поддержки вот оранжевого, при вот такой двойной вершине. Но если мы ее прорываем, я же вот так пунктирную оранжевую, так вот сделаем поддержку, то мы уже падаем дальше, то есть в область вот здесь уже где-то будем находиться, в этой области. Так, но с учетом то, что, двойная вершина, кстати, коллеги, вот так у нас выглядит. Вот она у нас. Ну, видите, то, что мощное было падение, я думаю, то, что после такого падения рынок все равно скорректируется. Да, вот он уже начал скорректироваться, как раз при этом минимуме, вот, смотрите, цена у нас уже вот падала, доходила до него четко до 30, 27, корректировался, вот он, и потом, видите, снова пытался прорвать минимум. Так что еще, я думаю, у нас это повторится, картина. Обязательно строим себе вот такой вот коридорчик, коррекционный. Ну, да, это коррекционный коридор в рамках восходящего тренда. И логическая коррекция, то, что до сопротивления мы дошли. На старшее время я это подтвердил. Вот, сейчас вот в нем мы находимся, вот такой вот соответствующий, если цена у нас к нему будет подходить, предусматриваем отскоки, движение. То есть это мы учитываем в дальнейшем. Глобальная, да, картина учитываем. А сейчас, если мы посмотрим, то у нас цена вот здесь вот находится. Да, вот он, прям вот этот дополнительный коридор, но это на ближайшее время. Давайте его сделаем таким голубеньким. Так, и сигнал у нас на рост. Сейчас найдем. У нас, кстати, это что-то такое похоже на голову и плечи. Походу, да, голова и плечи у нас здесь. Сейчас увидим. Развернутая, перевернутая. Ну, когда же на 5 минутки, наверное, красиво будет сейчас смотреться. Не-не-не, на 8 минутки. Ну, вот, более-менее. То есть, смотрите, вот у нас оно плечо раз. Вот оно, сопротивление. Голова не самая низкая. Правое плечо в идеале, когда выше, но главное, что не ниже минимума. Вот, как тройную вершину тоже игроки могут рассматривать. Тоже такой звоночек на рост. Так что, смотрите. Серебро в ближайшее время укрепление. Коррекция, подчеркиваю, коррекцию в рамках голубого нисходящего тренда. Если прорываем 30-49, покупаем откат, вот ступло ставим за пределами минимума. То есть, это вот ориентировочно, как я показал. Далее. Нам поможет сетка Fibonacci от самого максимума, до самого минимума сетка. Ну, я думаю, 23-6 протестирует, что слишком коротенькое расстояние между уровнем. Предусматриваем откат на 30-56, это уровень 23-6. И основной интерес 38-2, потому что раньше, смотрите, был минимум, который рынок отбросил очень мощно. И он будет являться сейчас как сопротивлением. Рынок, интересно здесь собрать ордера, которые там стоят на продажу, на покупку. И всем интересно туда дойти будет. Но я немножко пониже поставлю по минимуму. Так что 30-766, это наша основная будет цель. То есть, вот так вот я предусмотрю. Это на ближайшее время. Потом следующий отскок, падение, дальше мы детально разобрали. Ну что ж, коллеги, спасибо, что досмотрели до конца данный обзор. Я желаю вам только как можно больше тейк-профитов. Но самое главное, здоровья вам и вашим близким. С вами был Александр. До встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok